Это видео облетело все соцсети. Нетрезвый мужчина таранил АЗС и пытался сбежать от ГИБДД. Он едва не сбил нескольких пешеходов и лишь чудом не совершил ряд лобовых столкновений. После длительной погони неадекватный водитель был задержан. Снимай меня, да. Мой дед, б***ь. Ребята, б***ь. Воевал на***ть еще раз. 13 ДТП совершено водителями, ранее лишенными прав. Штраф 984 гражданина задержаны за вождение, будучи уже лишенными водительских прав. Только в этом году вскоре штрафы будут фиксировать и ведя камеры. Сейчас, чтобы не допустить повторное нахождение подобных автолюбителей за рулем, в Уголовный кодекс вносятся существенные поправки, которые вступят в действие уже 25 июля. За повторное управление транспортным средством водителем, ранее лишенным права управления, дополнением в статье 12.7, часть 4, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, в случае если правонарушение не содержит признаков уголовного деяния. Не содержит признаков уголовного деяния. Имеется в виду, что правонарушитель не имеет судимости и злостно не уклоняется от штрафов. Но следующее нововведение строже преследует повторным автолюбителям нетрезвого вождения. Уголовный кодекс дополнен статьей 264, прим. 3, управление транспортным средством, лицом, лишенным права управления транспортным средством и подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. И санкция данной статьи это уже штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок от 1 до 2 лет, а также лишение свободы на срок от 1 до 2 лет. Но самые жесткие меры в отношении водителей грозит таким, как мужчина, таранивший АЗС и пытавшийся сбежать. Часть первая статьи 104 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена новым пунктом. Речь идет о том, что ранее лишенному прав за нетрезвое вождение и повторно задержанному за рулем в алкогольном опьянении по решению суда также грозит от 50 до 100 тысяч рублей штраф, лишение свободы от года до 2 лет. И кроме того, грозит конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому. Намсарай, Намсарай, Сергей Медведев. Новости дня. Новости дня.